Добрый день дорогие друзья, с вами Торнадо и сегодня мы снова поиграем на Т26Е5, прем ТТ-8 в США, фармищий, который можно получить за рефералку или купить в боновом магазине со спецкамуфляжем. Поиграем мы сегодня против десяточек, причем поиграем в лобовую. Да, действительно, звук двигателя отсутствует в реплее, к сожалению, это распространенный баг, давайте музычку накинем на фон. Вот, чтобы по ушам не так било. На момент озвучки ролика меня поддержка уже шесть дней игнорит с этой заявкой, то есть они даже на нее не ответили. Ну, такое иногда случается, бывает такое, что еще гусеницы у танков не двигаются, но благо с этим здесь все в порядке. Причем предыдущий реплей и последующий реплей воспроизводятся в плане звука двигателя нормально, но, как говорится, имеем то, что имеем. Поджимаюсь я здесь немножко вправо, потому что боялся, что слева поедут танчики уровнем повыше. И вот нахожу я своего визави чеха-одноклассника, который мне первым же снарядом, сука, критует пушку. Тратим ремку, конечно же, так как у нас разброс на ходу, ну, так себе, даже с трофейным стабилизатором. И, как видим, пушку мы не зря чинили, потому что следующий снаряд летит четенько в командирскую шапку, даже с разбросом 036. Еще одним снарядом засаживаем в НЛДу этому самому чеху, и я понимаю, что мы можем вот так вот с ним довольно долго перестреливаться. И в любом случае, пвп данное будет в мою пользу. Ну, черт меня дернул, не обратив внимания, что сзади стоит ТС-5. Спуститься, посмотреть, понюхать, есть ли там ЛТ-шка. И вот пролетает ВЗ-55 честный под меня. Понимая, что пвп с 10 уровнем, это не то, на что я рассчитывал в этом бою, я начинаю пытаться как-то размансить, развести его на выстрел. Понимая, что в башню он как бы, ну, голдой там в некоторых случаях, но не пробьет. ЛТ-шка меня начинает шпиговать в бортину, я перемещаюсь чуть-чуть выше, пытаясь параллельно выцелить еще и командирскую шапку. И вот, пожалуйста, ВЗ-55 разряжается. Он скидывает барабан явно, или держит еще один снаряд, честно, я так и не понял, потому что мансил да и мансит. Я пытаюсь как-то подловить его на неосторожности, но девяностик намекает мне, что как бы убери свою задницу отсюда. Я перемещаюсь чуть выше, слева уже стоит та самая ТС-5, которая была внизу, она успела меня объехать. Я маячу как бы, что там, извините меня, ВЗ-55. Прошу ТС-5 помочь, он реагирует. И начинает, соответственно, потихонечку на меня разворачиваться. ВЗ-55 просто выезжает, я даю ему в каточек, но по мне он не стреляет, его начинает потихоньку шпиговать. Он разряжается в ТС, стоит на катке, я даю еще один каток. И тут нужно признать, конечно, что отыграл он грамотно, он ремку сразу не тратил. ТС-5, к сожалению, он забирает, но я успеваю дать ему в НЛД еще одно пробитие. Начинаю целиться-целиться, и тут этот придурок на меня решил упороться. На десятке просто впороть в восьмерку. В каток ему, к сожалению, снаряд не прошел. И тут я уже был готов его немного разбирать, немного даже отхожу от шока, пока меня шпигует девяностик. Но, соответственно, то, что он упоролся, сыграло с ним злую шутку. Его сняла наша прогетта 46, тоже восьмого уровня, которая стояла за моей спиной. Я засейвился от барабанного ЛТ, и я понимаю, что у меня уже полторы тысячи урона, и я как бы немножечко на косарик разобрал самый честный из ныне присутствующих в этом бою барабанов. Ну, что ж, неплохо получилось. Еще каким-то чудом мы лутаем засвет по АТ-15, которая стояла там где-то краешком ком-шапки моей была подсвечена. И тут я смотрю Чеха, которая явно фотографирует закат. Ну, единственное, конечно, что мне здесь пришлось сделать, это подождать двух снарядов и отправить его в ангар. 1800 урона есть, 229 по ассисту есть. И, кстати, такой момент, который еще нужно обязательно поднять, в прошлом ролике я об этом сказать забыл. Здесь это было наглядно видно на моменте, в прекрасном моменте, как Калибан отсылает свой низколетящий жеванный носок по мою корму, но ни хрена не попадает. Так вот, по поводу снарядов. Почему не сбиваются катки на Т-26-5? Я об этом говорил еще в видео про шпака, что из-за калибра, из-за слабого там снаряда, ну, не проходит урон по каткам. Это было видно четко в последнем видео по шпаку, вот подсказка справа, там 704-м в конце будет эпизод. И там я не смог сбить каток, из-за этого потерял почти 1000 ассистов. Я посмотрел на танк с ГГ урон по модулям шпакам, это 155. Так вот, у Т-26-Е5, из-за того, что у него калибр даже не 100 мм, а 90, у него урон по модулю еще меньше. Если я не ошибаюсь и правильно помню, это 135. То есть, если враг играет на закалке, или использует там полевую модернизацию, иногда там есть такое, на прочность ходовой, то не факт, что вы ему даже поврежденную гуслю, то есть в желтой, уже поврежденную, собьете сразу. На это может понадобиться как бы два снаряда, или там дозбить за союзником, такое тоже возможно. Но просто так сбить гуслю, даже при удачном раскладе, у вас не получится. И вот этим вот, к сожалению, он как и шпак, теряет в возможности наносить какой-то урон по каткам и ассистить. Тут я встречаю Е4, сердце у меня, конечно, уходит в пятки, я пытаюсь ее выцелить. И каким-то чудом на последней миллисекунде отворачиваю борт, и она меня не пробивает. Пытаюсь вестись в командирскую шапку, но видно было, что не досвелся, немножко нервничал, психанул, выстрелил, снаряд полетел чуть-чуть левее, и Е4 я не забрал. Тем временем 2110 натанкованного у нас есть, мы танканули снаряд от ВЗ-55, мы танканули снаряд от Т110Е4. И мы закошмарили действительно вот этих десяток, ну про Е4 позже еще будет момент. Тут я опять не досвожусь по вафлипазику, он, к сожалению, снимается с катка, но за счет ДПМа я успеваю перезарядиться, за счет скорости перезарядки вернее, перезарядиться, еще два раза в этого вафлипазика стрельнуть. Довольно неплохо получается, тут я понимаю, что нужно упарываться вперед, по шпаку не было возможности стрелять, хотя здесь я вижу, что она все-таки была, но я решил упороться на Е4, ну хотелось мне его, сука, забрать, и не среагировал парень, соответственно, и от прем-восьмерки он отлетает. Шпака здесь, пока я наводился, пока я смотрел, его, конечно, забирают, остается колыван, который проторчал весь бой попрофессионально за спинами, потихонечку сводимся, вот она наша стабилизация, ну успеваем, конечно, отправить еще один снаряд, и это было в каточек, и еще 700 асиста мы с вами лутаем. 3000 с лишним суммарки получилось, 2110 натанковали, это первая степень, учитывая блайнды по вафле, 2.393 урона у нас, и это 1192 чистого опыта. И также нафармили мы почти 80 тысяч. Неплохой бой у нас получился, познаем машину на пути к мастеру, как говорится. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и держите руку на пульсе. С вами был Торнадо, удачи на полях виртуальных сражений, та чистого мирного неба над головой.